Правительство Севастополя одобрило проект бюджета города на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Губернатор Михаил Развожаев отметил, что чиновникам было непросто определить основные параметры главного финансового документа. Понимаем, что экономическая ситуация пока остается сложной, особенно с учетом, ну и правильно, что мы принимаем, и принимали целый ряд дополнительных мер экономической поддержки наших отраслей и нашего бизнеса, поэтому очевидно, что многие меры налогового характера, освобождение от арендной платы, все это переходит на следующий год, потому что часть доходов мы не получим. Но, соответственно, это дополнительная задача для правительства, чтобы эти средства заместить дополнительными поступлениями. Как доложил исполняющий обязанности директора Департамента финансов правительства Севастополя Алексей Плотников, общий объем доходов нашего города в следующем году запланирован в размере 59 миллиардов 700 миллионов рублей. Расходы, предположительно, составят 64 миллиарда 200 миллионов рублей. Запланирован дефицит бюджета, который в 2023 году будет погашаться за счет остатков на счетах, которые в этом году останутся, а также за счет ожидаемого дополнительных источников финансирования. Расходы бюджета города на 2023 год сформированы с учетом сохранения социальной направленности на финансовое отличие социально-культурного сектора, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, а также социальная защита в проекте бюджетом 2023 год присмотрено почти 50% средств. 41% расходов бюджета предусмотрен на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство, уточнил Алексей Плотников. В свою очередь губернатор Севастополя предложил поднять налог на имущество, чтобы предусмотреть дополнительные источники доходов в местный бюджет. Безусловно, что мы потихоньку занимаемся наведением порядка, особенно в имущественной земельной сфере и в легализации доходов, соответственно, малого и среднего бизнеса. Получается, что сегодняшняя ставка на трехэтажный дом на Фиоленте налогом не облагается, потому что сумма исчисленного налога по нашим ставкам меньше 100 рублей. Ну, понятно, что, наверное, Севастополь может себе позволить раньше, может быть. Но сейчас, конечно, это уже, скажем, такая роскошь, которая, ну, точно, во-первых, нас в невыгодную сторону отличает от всех регионов страны, тем более, что нам нужны средства для того, чтобы выполнять социальные обязательства. Одобренный проект бюджета Севастополя на следующий и плановый период 2024-2025 годов направили в законодательное собрание города, чтобы доработать с учетом мнения депутатов. Ну, например, там ожидается наше принятие во втором чтении закона о поддержке, значит, участников и членов семей, участвующих в специальной военной операции. Значит, и, соответственно, понятно, что это потянет дополнительные средства, которые необходимо будет предусмотреть в бюджете по расчету на порядка 300 миллионов рублей на следующий год. Поэтому между первым и вторым чтением, после принятия соответствующего закона, уже законодательным собранием, тоже эти деньги будем внутри изыскивать и, значит, предусматривать.